Партия Единая Россия Личное участие в определении кандидатуры от партии Единая Россия на пост губернатора Ленинградской области Сегодня помещение Дома культуры с 12 до 20 часов При себе иметь паспорт Российской Федерации В предварительном голосовании могут принять участие все жители, имеющие прописку в Ленинградской области Даже не ожидали, очень активно, на 2 часа у нас было 114 человек Но сейчас не могу сказать, потому что мы прошли Дом престарелых В районе 105 тысяч человек уже есть То есть это большая явка? Да, я думаю, да Понятно, ну а вы свой выбор сделали? Я еще не успела, паспорт лежит, пока еще не успела Ну вот скажите, какими качествами должен обладать вообще губернатор, по вашему мнению? Не знаю, мне кажется, вы хорошие люди человеком, с большим форматом, и болеть душой за свою родину Ну понятно, хорошо, спасибо вам большое Как вы видите, кто должен быть губернатором? Что за человек? Я вот знаю, что вот Дрозденко, потому что я его знаю, он как, он сын мне, я с ним вместе работала Я агроном работала в Агробалте 66-го года, его до 2-го, вот еще на пенсию, но еще на пенсию 2 года работала А так как я его человека знаю, что мировой парень, с ним можно идти хоть куда Ну понятно, ну а может быть, какие качества, вот если вы его знаете, как раз и нужны губернатору, по вашему мнению? Знаете что, как вам, даже выразиться не могу Ну знаете что, он такой человек, что с ним можно любой вопрос решить Пришел, вот зашел, на него только посмотрел, аж растаял И все вопросы решаются Информированность хорошая была? Очень, даже за неделю, наверное, повешенный на каждом доме, висад Прочитал, надо идти Скажите, пожалуйста, вот вы были в самом начале, как много народу было, какая активность вообще граждан? Ну, прямо в 12, да, несколько человек были Если посмотреть по спискам, там сейчас уже около 30 человек проголосовали, а еще часа не прошло Поэтому в Пасамирше очень активно, достаточно активно голосует население, причем разных возрастов люди Я думаю, что... Но вы участвовали во многих выборах, и радует ли вот такая активность лично вас? Лично меня всегда радует активность людей в любом ее проявлении Прочитание, скажите, а вот по вашему мнению, какой губернатор, какие качества губернатора должно быть? Вот сейчас у нашего нового губернатора, которого будет выбирать Какие качества? Качества в первую очередь, чтобы заботился о людях, чтобы учить насилие О молодежи в первую очередь Потому что старики зависят напрямую от молодежи, которая будет проживать насилие Самое важное, чтобы работали больше программы по обеспечению жилым помещением молодой семьи Хотя сейчас проводится эта реализуется программа Но хотелось бы, чтобы привлекали больше учителей, воспитателей и врачи и молодых специалистов Но вот у кандидатов, за которых вы сейчас проголосовали, одного из них, есть вообще такие качества? Есть, я точно знаю, здесь есть Потому что с этим человеком общались и непосредственно и по работе И так, как он приезжал, как он очень много раз Многим помогал, это я точно знаю, адресный у него помощь, адресный очень много Так что нет, сделаю свой выбор Спасибо Самый главный, был честный Но из тех, которые сейчас представлены, кандидаты, как вы думаете, есть? Есть, да? Хорошо, спасибо По вашему мнению, выборы такого плана предварительный праймерис нужен вообще? Что он дает вообще? Я так думаю, что, конечно, это дает депутату, которого в конце концов уверенность в том, что он не депутат, а губернатора Кандидату Кандидату, да Кандидату, да Дает понять действительно, стоит ли, стоит ли, есть ли у него шансы Нет, я так думаю, предаст уверенности уже на выбор Поэтому, мне кажется, вот такая вот процедура, она, конечно, новая для нас Я вообще первый раз в таком участвовании в встрече, сталкиваюсь с этим Поэтому, я так думаю, что это так, вот она поможет именно в этом определиться Ну и потом, поскольку внутри партии выдвинуто очень много кандидатов Я думаю, что и руководству партийному тоже будет удобнее Кого-то одного выдвигать Именно зная уже, кого нужно выдвигать И мнение избирателей и так далее Поэтому, я так думаю, что, конечно, они такие предварительные весы, наверное, необходимы Ну, скажите, вот, по вашему мнению, какими качествами должен обладать губернатор вообще? Ну, я не знаю, такими, которыми обладает исполняющая обязанность губернатор Вот он как раз должен обладать именно такими качествами Понятно На мой взгляд Понятно, спасибо Потому что это мое личное мнение, и я глубоко в этом уверен Виктор Анатольевич, можно вопрос задать? Вот ту модель, которую представляет Единая Россия по правильному виду Она оправдана, она понятна народу, как вы считаете? Ну, она очень простая и понятная Это, в принципе, как тренировка перед выборами, условно говоря Поэтому здесь нет никаких сложностей Хотя по исполнению она самая сложная первая модель Потому что это практически импровизация То есть праймерис, это практически выборы, да? То есть сегодня, ну, рабочий день Сегодня, ну, правда, участки будут работать до 20 часов Поэтому все граждане, которые хотели бы уже прийти, проголосовать И показать свою, ну, уже, как бы готовность к выборам 13 сентября, напоминаю, это уже скоро будет Вот, поэтому я сегодня с удовольствием приехал в Кустомержу Сегодня очень большое мероприятие, вы знаете, проходит В Волосовском и Егисевском районе Семинар АПК, агропромышленного комплекса Его только что закончилось уже практически мероприятие в поле И я вот приехал в Кустомержу Как настоящий житель этого поселения У меня прописка Кустомержского сельского поселения, пожалуйста Вот, станция поселок Веймар И я хотел сегодня проголосовать именно здесь Можно было проголосовать сегодня и в беседе Там был тоже избирательный участок Можно проголосовать в Кингисеппе, в городе Доехать, сейчас все равно еду на работу Но душевный посыл было проголосовать здесь Потому что здесь я, на этой территории живу уже 26-й год Первый мой рабочий день был в совхозе Агробалт Когда я закончился институт Поэтому для меня это родная земля Но я думаю, спрашивают по поводу того, за кого вы проголосовали Это секрет Большой секрет Тайна голосования Со самого достойного я проголосовал По вашему мнению, какими качествами должен обладать будущий губернатор? Ну, губернатор должен иметь очень огромную силу воли Очень хорошее здоровье Очень дальносрочные планы Видеть не только сегодняшний и завтрашний день Заглядывать далеко вперед И, конечно, за ним должна быть настоящая сильная команда Скажите, а такая форма организации выборов Когда партия интересуется мнением своих избирателей При выборе достойнейшего кандидата Она считается, как вы считаете, она оправдана? Ну, конечно, она оправдана Потому что как-то она ей подает То, что нас интересует А вы были на встрече кандидатов 5 июня? Были, да? Да Как вы считаете, все из тех, кто участвует сейчас в праймере Достойны бороться за право быть кандидатом в губернаторе? Нет Нет, да? Я считаю, что кардиологу врачу там делать нечего У него своя специальность у себя А у Дрозенка, он как-то более-менее обширный Он все понятный Да, он понятный А остальные Так Это партия трубочек, они из ЗАГС-собрания Да И у нас не понятно, конечно Я лично, конечно Зачем они здесь? Скажите, а в целом какими качествами, навыками, знаниями должен обладать губернатор Ленинградской области? Ну, он должен быть У него обширные знания должны быть и в транспорте, и в сфере обслуживания В общем, любой вопрос, какой я бы задал, он мог бы уже ответить Он хорошо отвечал, когда задавали ей вопросы Так что лично мы за него Вы за него Да, он как-то и к людям хорошо относится Так, это мое мнение Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста Ваше участие в предвыборной гонке Единой России Это уверенность в том, что вы готовы взять на себя ответственность за жителей целого региона? Или это ваше подтверждение линии работы Единой России? Ну, здесь дело, на самом деле, не в Единой России Я уже сравнительно давно работаю в органах власти и исполнительной законодательной Поэтому у меня есть достаточно большой опыт работы И я хочу изложить и свои программы, и свои тезисы Вот я их изложил, в принципе, на геционных площадках Я говорил о местном самоправлении О том, как наполнится это место с управлением финансами О тех сферах, которые вышли из-за сферы деятельности местного самоправления О молодежных программах и о многих-многих других моментах То есть именно на этих площадках я излагал свои программы для чего? Для того, чтобы тот из кандидатов, который победит, который будет сильнейшим И взял также во внимание и мог при моей поддержке, при моем очувствии реализовать Поэтому для меня важно больше там не политическая часть, а программная часть Чтобы мой опыт и мои, скажем, способности, возможности учли в дальнейшей работе Были учтены губернаторами городской области, кто станет победителем Потому что, смотрите, среди всех нас участвующих Достаточно все симпатичные профессиональные люди, но каждый в финансовой сфере Татьяна Тюрина, она заслуженный врач, она знает хорошо медицину Например, Денис Сидов, он всю свою жизнь работал с безопасностью Я всю жизнь работал с местным самоправлением Вот если каждый из нас несет положительную посильную лепту в дело развития городской области То, я думаю, каждому жителю нашей области это пойдет только на пользу И, соответственно, губернатору, который будет всем этим процессом руководить Потому что губернатором должна быть сильная профессиональная команда И я считаю, что все, кто участвует сегодня в Праймерис Это достаточно профессиональные люди в своей сфере Вот, а то, что касается политической составляющей То, что Праймерис идет по форме номер один, по открытой форме Это очень хорошо, потому что внутрипартийное закрытое голосование Оно, мне кажется, не дает такого положительного эффекта Потому что, как бы, свои голосуют за своих А открытая форма, она дает поучаствовать любому кандидату Не только члену Единой России, но и виспартийному, но, в принципе, представителю других партий Я считаю, что должно учитываться мнение всего населения, всех общественных групп Потому что, ну, не должно быть у нас противоречивающих Все мы живем для чего? Для того, чтобы жизнь наша была достойной Да, чтобы каждому жителю Ленинградской области решить все свои проблемы Чтобы мы жили хорошо Поэтому нужно учитывать мнение всех общественных групп И партии власти, и оппозиции, и беспартийных Вот только тогда, не толкаясь в каких-то между собой противоречиях Идя, скажем так, параллельно и дружно вместе Мы сможем решить все вопросы И реализовать, в общем-то, все идеи, которые сегодня высказаны И исполняющим обязанности губернатора И всеми кандидатами, которые участвуют в предварительном голосовании Вопрос, пожалуйста, скажите Такая форма, как открытый праймерис Что необходимо для того, чтобы эта модель голосования была перенесена на всю страну? Я думаю, что нужно здесь популяризировать ее, учесть Знаете, вот опять же, про то, что я говорил Все категории граждан должны участвовать Чтобы она была не однобокой, что вот кто-то, те, кто относится к партии власти, участвуют А чтобы имели доступ все В том числе, говорю, и оппозиционные партии Может быть, сделать какой-то такой объединенный праймерис Дать право всем, в том числе и непартийным, и общественным По большому счету, вот в Кингисеппе, я считаю, что это достаточно демократично проходит Думаю, на всех площадках Кинградской области Потому что участвует и молодое поколение, вы сегодня видели Молодежь туда приходила на избирательные участки И участвуют и ветераны наши замечательные Но, тем не менее, я бы хотел, может быть, чтобы участвовали еще и другие партии Ну, как, скажем, не как партия власти, но, может быть, коммунисты Справедливая Россия и так далее Потому что, когда участвуют все общественно-политические группы Это и есть некий компромисс, это и есть некий конструктив нашего общества То есть, у нас есть разные видения на одну точку зрения Но мы должны учитывать все категории населения для того, чтобы решить все проблемы Чтобы не было однобокого рассмотрения вопросов Поэтому, праймерис, во-первых, надо отец этого слова Оно такое не наше, не русское То есть, есть слово предварительное голосование Для чего мы его проводим? Для того, чтобы заранее люди посмотрели на тех, кто идет и кто будет возглавлять регион Послушали, что они обещают, что они хотят предложить И каким образом они хотят реализовать те или иные вещи И потом, уже придя осенью на избирательные участки Уже сделав выводы, проголосовать за ним застойно Ведь, что там грех отдать? В последнее время многие не знают, что выбор это проводится А вот это предварительное голосование, оно дает нам сегодня такую некую рекламу То есть, задуматься и узнать о проводимых выборах Потому что, когда проходит выбор, многие говорят Мы не голосовали, мы там не ходили А получается, что потом небольшая часть населения выбирает представителей власти И потом представители власти, скажем так, управляют всем населением Но многие ругаются и говорят, что мы не выбираем Вот от этого надо отходить То есть, как можно больше людей вовлекать именно в такие процессы Только при конструктиве власти и людей, населения Мы можем идти вперед А не обвинять друг друга в каких-то там договоренностях Или каких-то взаимных упреках быть не должно Спасибо У нас последний вопрос Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать тому кандидату Который сегодня по итогам предварительного голосования Станет кандидатом на пост губернатора Пожелать, естественно, только терпения Успехов Гордо держать в своих руках флаг Ленинградской области Ну и, естественно, учесть все наши предложения Все наши доводы, которые мы излагали на площадках Я имею в виду всех коллег-кандидатов А мы, естественно, будем ему в этом помогать Реализовывать все программы И веселить городскую область только вперед Спасибо Я за женщину голосовал За женщину? Да Понятно Я у меня безразличный Ну, женщина, она как-то легче с ней разговаривает И как можно выразить женщине доверие Больше доверия, чем мужчина Губернатор, который будет новый Какие качества вы видите, что должны быть у губернатора вообще? Он должен быть честный, справедливый, за народ больше Чтобы люди знали, что он действительно за народ Забота о людях это в первую очередь А вот из кандидатов, которые сейчас выходят на предварительные выборы от партии Вы кого-то нашли? Ну, от партии мы вот сейчас благодарители за голосовал, конечно То есть какой-то из людей есть с этими качествами? Да, с этими качествами Что я сказала, это да, эти качества Хорошо, спасибо И много можно сказать, но не будем пока В секрете держим Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, какой губернатор должен быть? Какие качества у губернатора должны быть? Губернатор должен уважительный, уважать народ и работать за народ Вы знаете, что сегодня предварительные выборы? А мы уже проголосовали Проголосовали, да? Ну а как вообще информированность ваша была? Откуда вы узнали, что будут вот эти предварительные выборы? А мне жена сказала А где-то объявления были развешены? Газетки были В газете Время Главное, что было там Шесть человек Нарисовано их там И самое главное там Ну все, в общем, не знаю Понятно А можете сказать Какими качествами должен обладать губернатор? Ну как вот Розенка Вот так должен обладать губернатор Уже его знаем мы Уже не один год Много лет его знаем Хороший человек Он как раз и должен это вести Понятно Он и должен Только за него Приходят люди? Да, у нас уже получается больше 50% яхта Больше 50% яхта Всего на пятый час дня Хорошая яхта Мы считаем, что очень хорошая Потому что не на всех участках выборов Мы работаем тоже на выборы Такая яхта Там из утра на площади Вечер обычно У нас там, наверное, очень хорошо Еще у нас не прошли все организации Близ Которые рядом с нами Но хотелось бы, наверное, за лето Когда у нас дачников очень много И их не охватить Как-то, наверное, активизироваться всем кандидатам и поработать до сентября Чтобы мы в комиссии сидели и радостно работали Как вы считаете, все заявившиеся на праймерис достойны быть кандидатами на пост губернатора Ленинградской области? В принципе, тех людей, которых я знаю Возможно, они все и достойны Но все-таки мы делаем свой выбор А выбор, он как бы на лицо То есть достойнейший для меня Есть один человек, который уже давно Как бы у нас является губернатором И всю его работу я вижу И меня это больше всего устраивает, конечно Работу других избирателей я, к сожалению, не знаю Как вы считаете, много жителей Ленинградской области придет на выборы этой осени? Я думаю, что да Как правило, у нас на местные выборы приходит явка не очень большая А на выборы президента и губернатора Я думаю, что всегда явка очень большая Люди все-таки в этом плане более ответственные Чем вот к местным властям Более внимательные Хорошо, спасибо большое Скажите, пожалуйста Как вы считаете, такая форма праймерис Когда партия уделяет большое внимание мнению жителей Она правильна, на ваш взгляд? Да Я думаю, правильно Думаете, что правильно? А на кого еще упрощать? Понятно Для кого служить? Скажите, пожалуйста 5-го числа вы не были на встрече с кандидатами? Нет Не были, да? А вообще, вы сейчас ознакомились, да? С кандидатами? Да, конечно Как вы считаете, они все достойны быть кандидатами на пост губернатора? Ну, кто-то больше, кто-то меньше Это уже мнение каждого жителя, каждого избирающего Еще вопрос, пожалуйста Скажите, а какими качествами, навыками, опытом работы Чем должен обладать будущий губернатор Ленинградской области? Ну, вообще-то понимание того, что происходит сейчас у нас И то, в чем нуждаются люди Естественно, должны быть какие-то у него связи Ну, вот, примерно так Скажите, такая форма проведения предварительных выборов Когда партия интересуется мнением жителей На ваш взгляд, оправдана? Ну, оправдана, конечно Оправдана, да? Скажите, вы были на встрече с кандидатами 5 июня? Нет, я был в отпуске Ну, вообще, как вы считаете, те, кто заявил обо своем участии в предварительных выборах Они достойны бороться за право кандидата? Ну, я думаю, все достойны в той или иной степени, но все достойны Все достойны, да? Хо-то больше опыта, а хо-то меньше Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать губернатор? Ну, качествами лидера, в первую очередь Качествами лидера Коммуникабельность, компетентность Скажите, пожалуйста, откуда вы узнали о том, что сегодня пройдут предварительные выборы? На работе, гендиректор На работе, да? Скажите, такая форма проведения предвыборного голосования, когда партия интересуется мнением жителей, на ваш взгляд, оправдана? Да, конечно Скажите, по вашему мнению, какими качествами, навыками, чертами характера должен обладать губернатор Ленинградской области? Справедливость, честность, мне кажется, самое главное Как вы считаете, жители области придут осенью на голосование? Какова будет явка? Да Будет хорошая явка? Ну, не стопроцентно, но нормально будет Как вообще активность граждан? У нас хорошо народ идет Хорошо, да? Да Ну, а информированность населения вообще? Информированность, ну, не очень хорошо информированная, честно сказать, а так лучше всего хорошо народ идет Хотите сказать, вот, а насколько активны вообще граждане вот в этих предварительных выборах? Ну, я считаю, что активность средняя Хорошо голосуют вот школы, дошкольные учреждения, много подходит людей, пенсионеры подходят Как бы, если по возрастной категории брать, то вот именно 70-е годы, 60-е, 50-е, основная масса Все знают, что это предварительные выборы, многие даже озвучивают, что в сентябре снова придем голосовать То есть, как бы, понимают, что это предварительные выборы Но кто задает вопросы, спрашивает, мы разъясняем Что это предварительные партийные выборы от Единой России У них в уставе прописано, в уставе партии Единой России прописано, что кандидат выдвигается через праймерис Ну, вот, по вашему мнению, вообще, какими качествами должен обладать вообще губернатор? Вот как вы думаете? Я думаю, ответственным душой болеть за свой регион Стараться сделать жизнь региона лучше, богаче Думать о населении, ну, и плюс вся инфраструктура, конечно Принципиально, в каком-то плане Какими девушке еще, как вы думаете, качествами? Вадиме Он должен четко понимать, что деньги на регион не валятся с неба А их надо зарабатывать и строить свою работу таким образом Чтобы как можно больше создавалось, там, я не знаю, производство или еще там что-то Чтобы работал регион, люди будут трудоустроены, будут получать нормальную заработную плату За счет этого у нас существует социальная сфера И она будет содержаться на должном уровне То есть, ну, тут регион, конечно, благоприятный в этом отношении Тем более со строительством порта Поэтому тут только работать, работать За кого? За стынку Почему? Ну, мне он когда-то жизнь спас Ну, мне было 4 года, у меня было 65% в ожогу Вот, но он мне деньгами помог Вот, ну, врачи сказали, что я не выживу Вот, а дело Ну, он выделил большое суммное лечение Вот этим очень помог Все врачи говорили, что, как бы, все, девочка уже умрет А он, несмотря на это, даже выделил большую сумму денег И вот он спасся Да, я вам очень благодарна Понятно Ну, а как вы думаете, какими качествами должен обладать губернатор вообще? Ну, в принципе, как сказать Еще есть проблема Как бы все вот эти Ну, когда-то есть проблема, нужно помогать, в принципе Вот это все Каким семьям помогать там Ну, имеется, даже дороги плохие должны Как-то все организовать Ну, там, детским домам помогают Тоже Дома разваливаются Как бы тоже Как бы это решать все Ну, и финансовые, конечно, думаю, что ему не хватает Это то, что он монастыка скажет